Музыка Первые звонки, пышные букеты и белые банты. В школах Кумертау отметили День знаний. Учебный год в этом году начался со 2-го числа, в связи с тем, что 1 сентября был выходным днем. Но это никак не отразилось на торжественности мероприятий. В первый класс привела сынишек и наркоз Халилова. Они выбрали для обучения прогимназию имени Мухаммеда Искужина. Очень волнительно. Я прям переживала, у меня стресс. Но сегодня как-то успокоилась, как-то порадостнее мне. Подготовка к школе, конечно, это было очень волнительно. Но переживаешь, они у меня, во-первых, младшенькие, любименькие. Жалко немножко, прощание с детством все-таки. Но я не жалею, потому что я даю прекрасную школу. Я здесь успела поручиться один только класс, и у меня приятные очень впечатления. Ребята немного волнуются перед первым школьным выступлением. На линейку Артем и Арсен выучили стихи. Каждый год звонок веселый, собирает вместе нас. Здравствуй, осень, здравствуй, школа, здравствуй, наш любимый класс. Ввиду погодных условий торжественная линейка прошла в помещении. В этом году школа отметила 25-летие. Образовательные учреждения родители выбирают для того, чтобы ребенок знал свой родной башкирский язык. Кроме этого, нравятся созданные условия и педагоги. В этом году спортивный зал едва уместил в своих стенах детей и сопровождающих их взрослых. Особенный день был для первоклассников. Для них все ново, необычно и интересно. Этого дня они очень ждали. В прогимназию номер 13 за парты сели 50 первоклассников. В этом году впервые в год своего 25-летия учреждение прогимназии имени Мухаммеда Искужина открывает свои двери для 50 первоклассников. И мы надеемся, что все условия, которые созданы, будут только содействовать и принесут большие успехи как для учащихся, так и для педагогического коллектива. К ребятишкам с напутствиями обратились педагоги и приглашенные почетные гости. Пожелали хорошей учебы и больших творческих успехов. После первого звонка у школьников прошли классные часы. На день знаний спешили учащиеся шестой школы. Это одно из крупных образовательных учреждений города, где развито кадетское направление. На первую в жизни торжественную школьную линейку малыши-первоклассники пришли в сопровождение родителей красивые и нарядные, с букетами цветов. Очень волнуемся, но надеемся, что все будет хорошо, все получится. Очень рады, школа очень нравится, поэтому надеемся только на самое лучшее. Первый класс всегда волнительный, но так настроены позитивно. По рекомендации вышестоящих органов, образовательным учреждениям праздник организован в спортивном зале. Поэтому на линейке лишь те, кто только пришел за знаниями, и старшеклассники, которые учатся в последний год. И они уже заполнили весь зал. Всего, по словам директора Гульбану Исхаковой, за парты сядут 128 первоклассников. Это пять класс-комплектов, а школу на следующий год окончат 38 учеников 11-х классов. Руководство школы обещает дать детям качественное образование. Я благодарю родителей, которые остановили свой выбор на школе номер 6. Она успешна, она интересна, она открыта для всех. В этом году мы выпустили 23 выпускника, которые поступили в вузы Республики Башкортостан и Российской Федерации. И во всех начинаниях это творческие конкурсы, это олимпиадное движение, это спортивная жизнь. Всегда школа номер 6 показывает очень хорошие результаты. Я надеюсь, и этот учебный год будет успешным для всех. Главное внимание в этот день, конечно, к первоклассникам. Малыши немного растеряны и взволнованы. И сегодня в первую очередь к ним, самым маленьким, обращены слова поздравления педагогов и напутствия старшеклассников. В день начала учебной погоды я подарю ребятам и вас. Пятерка вот эта чудесная, и мне как поселиться у вас. После творческих выступлений и поздравлений наступил самый торжественный момент. Прозвенел первый звонок. Он символизирует начало увлекательного путешествия детей в мир знаний и открытий. Для вчерашних дошколят начинается школьная пора, а для старшеклассников ответственное время выбора будущего. После линейки во всех классах в этот день прошли тематические классные часы. В 33-й раз, 1 сентября, детей встречает учитель начальных классов Ольга Золотарева. Очень люблю свою работу, говорит она. Я в школе работаю 33 года. Это уже мой не первый набор. И как и в прошлых годах, я всегда 1 сентября встречаю, наверное, как и родители, как и все остальные учителя, с волнением и с радостью, с ожиданием счастливых глаз детей, родителей. Работа моя мне очень нравится. Каким будет новый учебный год, покажет время. А пока пожелаем учителям вдохновения и талантливых учеников, детям успехов и новых побед. Альга Мухамечина, Амир Кидрасов, телекомпания «Арис». Красивые банты, школьная форма и море цветов. В школах России прозвучал первый звонок нового учебного года. Кто-то уже с осени начинает готовиться к выпускным экзаменам и поступлению в вузы, другие же впервые сядут за школьные парты. В сельской школе Новому Рапталово, которая в этом году отмечает вековой юбилей, состоялась торжественная линейка для учащихся и их родителей. Этот учебный год у нас особенный, потому что школа имеет столетнюю историю. В этом году мы будем праздновать в конце сентября столетний юбилей нашей школы. Вот в честь этого у нас в первом классе откроется кадетский класс МВД. Почему мы кадеты? Мы стали кадетами, ребята, чтобы мы выросли с вами настоящими патриотами своей родины, стали защитниками своей родины, были примером в нашей школе для всех учеников. В этом году первоклассники этой школы образовали кадетский класс. 22 ребенка впервые примерили форму и принесли кадетскую присягу. Особо волнительным этот день получился для Динары Кензигуловой. Ей выпала честь дать первый звонок в учебном году. Теперь Динара может с гордостью говорить, что она кадет Новомарапталовской школы. Кадеты – это защитники. В школе там учат буквы, писать, читать. Мы любим учительницу. Я хочу плавать им удачу и радость, чтобы выслушали всех, и учители, свою маму с папой. 1 сентября волнуются не только школьники, переживают и их родители. В этот день они вспоминают свои годы, проведенные за партой. Будто вчера их мамы и папы приводили на линейки. И вот теперь они, уже в качестве родителей, отправляют своих детей в школу. Вы помните свой первый день в школе? Конечно, помню этот незабываемый день в жизни каждого, наверное, ребенка. Первый класс меня мама повела с букетом, белым фартуком в форуме. Это не забывается. Надеюсь, и для наших детей этот день останется на всю жизнь. И вот сегодня уже вы в роли мамы привели своего ребенка на 1 сентября. Какие эмоции испытываете? С утра волнение, даже можно сказать с вечера. Мы очень волновались, готовились. Прямо вообще с трепетом относимся к этому дню. Надеюсь, наши дети будут учиться хорошо. По традиции в День знаний наградили детей, которые с лучшей стороны проявили себя и достигли успехов в учебе и спорте. С пожеланиями не останавливаться на достигнутом, к школьникам и учителям обратился глава Куиргазинского района Юла Ильясов. Все впереди, все прекрасно. Все зависит от вас, ребят. А вам под богу ваши учителя, добрые, умные, терпеливые, талантливые. Поэтому все у вас получится. Посетили праздник и почетные гости. Поздравить ребят с началом учебного года приехала депутат Госсобрания Крултая Республики Рузалия Хисматулина. Сегодня вся страна, и в том числе наша республика, и Куиргазинский район празднует замечательный праздник. Волнительный для всех, для родителей, для учителей, для учеников. День знаний и день начала первого очередного учебного года. Я от всей души поздравляю всех, и родителей, и педагогов, и детей с этим замечательным днем. Желаю всем, конечно же, стремлению учиться, старания, проявить все свои инициативы, проявить все свои таланты. В школах прозвучал первый звонок. Для некоторых это начало учебной пары, для других – финишная прямая перед взрослой жизнью. Однако всех в этот день объединяет одно – школа, полная ярких впечатлений. Неожиданных открытий и друзей на всю жизнь. Павел Игошин, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Детский сад «Радуга» – ровесник города. Первый его корпус был открыт в 1953 году на станции Кумертау Куйбышевской железной дороги. В 1983 году к этому зданию был сделан пристрой с пищеблоком, музыкально-спортивным залом и двумя групповыми помещениями. Сегодня один из старейших детских садов города, как никакой другой, остро нуждается в ремонте. На сегодняшний момент у нас самая больная тема – это наш забор. Смета готова, экспертиза пройдена, вот ждем выделения финансов. Ну и на сегодняшний день у нас получилась такая проблема, которая, в общем-то, требует незамедлительного решения. Это прорыв канализации, который, в общем-то, обнаружили буквально неделю назад. И на сегодняшний день мы ждем, когда нам дадут добро, чтобы мы начали эту работу. Ну и еще проблема, конечно, у нас – это замена пластиковых окон в новом корпусе 1983 года постройки. В прошлом году мы участвовали, сдавали документы по ПМИ, но по каким-то техническим причинам не получилось у нас пройти в эту программу. Вот на этот год попытаемся еще раз документы сдать и будем менять окна, надеюсь. Кроме хлипкого забора и неблагоустроенной территории, немало в радуге других проблем. Местами протекает кровля, покрываются трещинами стены групповых комнат, рассыхаются оконные рамы, крошится отмостка фундамента. Да и мебель в приемных и игровых комнатах давно требует замены. Обо всех проблемах детского сада было рассказано главе городского округа Олегу Фролову, который посетил дошкольное учреждение с рабочим визитом. Детский сад рассчитан на 96 детей. В настоящее время 4 разновозрастные группы посещают 74 ребенка. Радуга – единственный детский сад на территории микрорайона Железнодорожный вокзал и близлежащих микрорайонов Авиатор и Шахтерский. Возможно, детей в нем было бы больше, но родители ребятишек, проживающих на данной территории, предпочитают устраивать их в более современные и комфортабельные детские сады. Олег Юрьевич, внимательно ознакомившись с проблемой, пообещал в короткие сроки принять решение либо о капитальном ремонте данного детского сада, либо о строительстве нового дошкольного учреждения. Это самый проблемный детский сад в городе, где поступает много жалоб родителей. Мы увидели те проблемы, которые здесь возникают, начиная от входа этого забора. Входная группа полностью в непригодном состоянии, неприглядном состоянии. Ну и само здание, садик, оно состоит из двух частей. Первая часть – это 1953 года постройки, вторая часть – это 1983 года постройки. Сейчас вот обсудили два варианта. Либо рассматривать вопрос капитального ремонта самого садика, либо, может быть, приходить к решению тому, что необходимо строить новый детский сад. Потому что потребность в этом районе есть. Это, считайте, улица Вокзальная, Заслонного, микрорайоны поселка Авиатор, Шахтерский. И здесь садика ни одного нет. Поэтому востребованность, я считаю, что есть. И потребность где-то 150-200, я думаю, будет. Необходимо провести анализ такой и, соответственно, принять решение уже в ближайшее время. Посетил глава администрации городского округа и первый корпус детского сада номер 21 – Росинка. К новому учебному году здесь был проведен ремонт групповых комнат. Оформлены кабинеты для индивидуальных занятий с детьми. Пищеблок оборудован современной бытовой техникой. Найдено удачное решение для детских площадок. Они словно прячутся в тенистых аллеях парка, позволяя детям разного возраста играть на своей четко отделенной территории. Но, конечно, и в таком прекрасном дошкольном учреждении есть проблемные точки. Также в этом году мы утеплили две группы, что, конечно же, радует родителей и нас. Освежили все стены, но все равно мебель заказали в этом году. Ждем еще поступления новой мебели с Росметалла. Поэтому все делаем для того, чтобы нашим деткам было хорошо, тепло и радостно нашим родителям. Какие-то проблемы вы сегодня, проблемные места показали главе города? Обязательно. Без проблем нельзя. В детском саду хоть и делается, но есть такие места, где хотелось бы обратить внимание. Это окна заменить, это канализация, напольное покрытие. В ближайшее время глава администрации городского округа посетит и другие дошкольные учреждения города. Елена Камалова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В Республике Башкортостан продолжается реализация проекта «Земский доктор». В его рамках каждый медицинский работник с высшим образованием и не старше 50 лет, прибывший на работу в село или поселок городского типа, имеет право на единовременную денежную выплату. Размер помощи составляет 1 миллион рублей. Это хороший подспорь для молодых докторов. Это им поможет либо приобретение жилья, либо в каком-то начальном подъемном стабильном моменте для начала трудовой деятельности. Мы со своей стороны, конечно, обеспечим их необходимыми условиями для работы, рабочие места. Если работы здесь хватает в городе, сами понимаете, будем заниматься их профессиональным ростом, обучением. Это, конечно, приятно. Такая поддержка от государства, я считаю, очень важна в наше время. Молодым специалистам Кумертаусской городской больницы, не попавшим в программу «Земский доктор» в предыдущие годы, по поручению в Рио главы республики Радия Хабирова были вручены сертификаты на 1 миллион рублей каждый. Среди счастливчиков – врачи, лор, терапевт, онколог, нарколог, стоматолог и гинеколог. Мы очень рады. Нам очень необходимы эти деньги на приобретение жилья, как молодой семье. Спасибо большое Минздраву, руководству вообще, что существуют такие программы для молодых специалистов. Для нас это очень важно – начинать новую жизнь, взрослую жизнь, чтобы, ну, естественно, эти деньги пойдут на приобретение жилья. 125 врачам дефицитных специальностей, трудоустроенных в межмуниципальные центры здравоохранения республики, также выплачено по миллиону рублей. В их число попал и анестезиолог-реаниматолог Кумертаусской городской больницы Юрий Лебедьков. Ну, конечно, радость, да, есть, что появилась возможность получить денежные средства единовременно. В Башкирии в скором времени начнет работать и программа «Башкирский фельдшер», которая призвана стимулировать профессиональное развитие фельдшеров, получение ими новых знаний и компетенций. Руководство республики считает, что кадровый вопрос в отрасли здравоохранения сегодня ключевой. Елена Камалова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В городской администрации прошло заседание Координационной комиссии по противодействию коррупции. Открыл его председатель комиссии, глава городского округа Олег Фролов. По первому вопросу повестки дня о соответствии деятельности контроля в сфере закупок требованием Государственной антикоррупционной комиссии выступила начальник отдела исполнения контроля бюджета Татьяна Золотухина. Проведено 7 проверок деятельности заказчиков. Кумертауский историко-кроеведческий музей, школа 9, школа 13, школа 5, школа 12, детско-юношеская спортивная школа и молодежно-подростковый центр самоцвета. Также рассмотрено 3 обращения о заключении контракта с единственным поставщиком. По несостоявшимся конкурсам все 3 обращения согласованы. Жалоб и уведомлений в 2018 году не поступало. О мерах по противодействию коррупции в сфере здравоохранения, в том числе об организации работы в коллективах медицинских учреждений и закупках медицинской техники рассказали членам комиссии главный врач противотуберкулезного диспансера Светлана Свинкова и главный врач городской больницы Олег Астахов. Главные медицинские услуги физическими и юридическими лицам оказываются на основании заключенных договоров. Прием денежных средств от физлиц осуществляется через платежный терминал. Юридические лица оказывают услуги путем без наличных перечисления денежных средств на расчетные счеты исполнителей. То есть у нас храждение наличности. В настоящее время, по-моему, уже несколько лет нет. Все факты, которые есть где-то и сплата, они являются, соответственно, нарушением закона. Но, опять же, при этом ни одного, я знаю, завершенный было дело, но это не полный нет. Специалисты агентства по развитию территории провели социологический опрос горожан об уровне коррупции на территории городского округа. О данных исследования рассказал заместитель главы администрации по вопросам развития предпринимательства Константин Кашников. Эффективными мерами по борьбе с коррупцией, по мнению опрошенных, является ужесточение законодательства, интенсификация работы правоохранителей и повышение юридической культуры. Чуть более четверти респондентов считают, что коррупция неистребима вообще. По результатам проведенного опроса об уровне восприятия коррупции в городском округе города Кумертау можно сделать вывод о том, что коррупция была и остается одной из самых острых проблем и серьезным препятствием на пути развития города, который, несомненно, наносит ущерб просто экономике и социальной стабильности, значительно уменьшает поступление в бюджет, снижая уровень доверия к органам власти и представителям других властных структур. В анонимном социологическом опросе участвовало 600 кумертаустов разного возраста и социального положения. Основная часть респондентов под коррупцией понимает взяточничество и использование служебного положения. Большинство опрошенных горожан лично ни разу не сталкивались с проявлением коррупции на территории городского округа. Елена Камалова, Амир Кедрасов, телекомпания АРИС.